Подходят для обуви и одежды, отталкивают воду и реагенты. Активное рекламируемое защитное средство для обуви семья Богатыревых купила через интернет, заплатив почти полторы тысячи рублей. Вечером обработали на лестничной площадке четыре пары обуви и легли спать. Муж сначала стал закашливаться, потом у нас у всех такой кашель был, когда на глубине вдоха спазм, все сжимается и просто кашель безостановочный начинается. Потом уже поднялась температура, был озноб, лицо таким синим было, я испугалась. Врачи скорой помощи, которые приехали ночью по вызову, тоже стали испытывать похожие симптомы. Они обратили внимание на странный запах в квартире и предположили отравление парами неизвестного вещества. Настолько сильное, что любимый кот семьи Федор так и не смог от него оправиться. Через два дня он умер в ветеринарной клинике от отека легких. Нарушение дыхания, пациент достаточно тяжелый, понятно было, что произошло что-то из-за того, что поступило через дыхательные пути. Но, к сожалению, состояние потом ухудшалось, нарастала вся эта клиническая картина. Несмотря на лечение, к сожалению, конечно, животное погибло. Здесь его лежанка. Тот, кто любил спать на мягком покрывальчике. И на эту игрушку любил подбородком ложиться. Всю эту историю Даша разместила на своей страничке в соцсети. Она получила бурный отклик. Оказалось, многие горожане уже заказали такой же спрей и были готовы использовать его по назначению. Окончательный вердикт о составе средства должен вынести Роспотребнадзор. Сейчас семья Богатыревых собирает документы и выписки из истории болезни, чтобы провести экспертизу спрея. Елена Керна, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия».